Внимание! Мотор! Контрольный, добрый раз, поехали! Свет, камера, мотор. Это не съемки молодежного фильма, а часть отчетного концерта Курского колледжа культуры, который посвящен году российского кино. На протяжении нескольких месяцев ребята вместе с педагогами готовились к этому событию. Отчетный концерт это большая практика для наших студентов. Практика в работе творческих коллективов, практика в выходе на сцену, практика в общении со зрителями. Участвовал уже до этого в двух отчетных концертах, сейчас третий, и сейчас я, соответственно, чувствую себя свободнее на сцене, как-то гораздо комфортнее, уже понимая, в каком русле нужно двигаться при подготовке к какой-либо роли вообще. Вот это, наверное, самое важное. Танцую с шести лет. Как бы была мечта танцевать, преподавать у детишек, что-то, ну, сопутствовало все к тому, чтобы пошла учиться в это заведение учебное. По сценарию концерта съемочная группа проходит все этапы создания фильма, от рождения замысла до показа готовой картины. Работа над лентой сопровождается различными перипетиями, выпутаться из которых помогает господин кино. Например, идет дождь, да, и съемки придется заканчивать, появляется господин кино, вот, издает звук волшебства, и появляется солнце. И снимать можно продолжать. То есть, как момент волшебства, который, да, внезапности, случая, который всегда в кино присутствует. Персонаж довольно загадочный и интригующий. Вот. Основная работа, проведенная преподавателями и мной, была в большей степени опора на то, чтобы я как-то контактировал с залом и при этом завораживал зрителя. Вместе с господином кино на сцене появляется его свита из человечков в масках. Они олицетворяют черно-белое кино, с которого все когда-то начиналось. Маски, они как бы воплощают помощников, вот, соответственно, господина кино, и они как бы воплощают идеи. Воплощают мысли, помогают, подталкивают режиссера к тому, в каком направлении ему нужно двигаться, и помогают, соответственно, всей группе. Так называемые режиссерские блоки со съемочной группы чередуются с вокальными и танцевальными номерами. Каждая из них это отдельная история. С нами Бог богат рисунками, разнообразен, костюмы, именно курские костюмы. Эстрадные песни, такие как «Оттепель» из фильма «Оттепель». Они, можно сказать, многое, например, о дружбе парня и девушки. В этом номере у нас, конечно же, присутствует эта дружба. А также у нас есть номера «Журчат, ручьи». Вот. И попыри народу. Гляжу в озера синие из фильма «Тени исчезают в полдень». Есть только миг из ленты «Земля Санникова». Позвони мне, позвони из карнавала. Здесь песни, музыка и ленты прошлого и настоящего сплетаются воедино. Для кого-то из зрителей это встреча с чем-то давно известным и любимым, а для кого-то это только первое знакомство. Наши творческие номера, вот, они подкреплены видеокадрами из кинофильмов, потому что звучат песни, танцы непосредственно из кинофильмов. То есть, например, «Любовь и голуби», «Свадьба в Малиновке», «По секрету всему свету» детское кино, такое, вроде как старое забытое, да, но мы хотим, чтобы, помните, зритель, который пришел на наш концерт, то есть, среднего возраста, да, вспомнил, еще раз пропел эти песни, еще раз вспомнил, эти знакомые мелодии. Особое место отведено произведениям из советских фильмов, ведь это старые ленты, которые не теряют своей актуальности. Кино – это та самая вещь, которая учит больше людей нравственности, каким-то человеческим отношениям между людьми, между собой. Но мне больше кажется, то, что этому может научить именно советское кино, та самая классика, в которой все это больше открывается, раскрывается, показывается. Вот именно конкретно эти межличностные отношения, как надо относиться к своему близкому, дружеские отношения. Даже вот любовь показана все это до такой степени аккуратно, не так, как сейчас в современных фильмах. Мне кажется, те самые старые фильмы нужно сейчас больше пропагандировать, по телевизору, везде показывать. Кино – это очень яркий жанр искусства, который, в общем-то, имеет какую-то нотку волшебства, театр, то, что происходит здесь и сейчас, а кино – это остается на века. Оно запечатлевает известных актеров, запечатлевает время, эпоху, и как бы продлевает нашу жизнь и остается в вечности. То есть, сняв кино, мы отправляем его в вечность. Они признаются в любви к кино через пластику, голос и актерское мастерство. Яркая, динамичная постановка, которая не просто показывает, как снимают кино, но и дает шанс почувствовать магию искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok